Эфир телеканала Беларусь4 Гомель продолжается. Это «Утренний фрэш» и в этом выпуске я, Влада Васильева, как всегда расскажу об актуальных событиях Гомеля и Гомельской области, а также познакомлю с другой важной информацией. Сегодня на территории Гомельской области будет ясная погода, а осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов. Ветер южного направления скоростью до 6 метров в секунду. В Беларуси проходит акция МЧС «Молодежь за безопасность». Первый этап получил название «112 добрых дел». До 30 сентября участники акции окажут посильную помощь одиноким пенсионерам, инвалидам и ветеранам. А также пенсионерам предложат принять участие в съемках роликов «Бабушкины рецепты безопасности». В процессе приготовления блюд белорусской кухни будет рассказано о том, какие меры безопасности нужно при этом соблюдать. Второй этап акции будет проходить до 9 октября в домах престарелых, домах ветеранов, территориальных центрах социального обслуживания населения, домах культуры. А также среди любительских объединений для людей пожилого возраста. Желающие посоревнуются в конкурсах частушки безопасности «Суперстар» и «Мудрость, опыт, безопасность». А в ходе финального этапа, который пройдет с 12 по 16 октября, особое внимание уделят юным спасателям пожарным. Для них проведут осенний бал юных спасателей. А для населения запланированы масштабные мероприятия. Людям предложат конкурсы, викторины, лотереи, покажут видеофильмы на противопожарную тематику и проведут яркий флешмоб. Молодых ученых и специалистов приглашают принять участие в конкурсе работ на присуждение ежегодных премий облсполкома за 2020 год. Ежегодные премии стимулируют творческую деятельность научных сотрудников, аспирантов и других работников, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. Участвовать могут ученые и специалисты до 35 лет, включительно на 1 декабря. Кандидатов на получение премии выдвигают ученые советы, советы молодых ученых вузов, научных, проектных и опытно-конструкторских организаций, а также научно-технические и техно-экономические советы предприятий и организаций. Материалы можно направить с 1 октября до 1 декабря. Уточнить информацию можно по номеру телефона в Гомеле 33 47 18. В Гомельской области пройдут первые три этапа Республиканской Олимпиады по финансовой грамотности среди школьников. Знания старшеклассников проверят с помощью тестов. Первый этап Олимпиады завершится в сентябре. В образовательных учреждениях области отберут старшеклассников наиболее подготовленных в вопросах финансовой грамотности. Им и предстоит принять участие во втором этапе 23 октября во всех районах области и Гомеля. Затем по три победителя от каждого района отправятся на областной этап. 20 ноября его организуют в Гомельском государственном педагогическом колледже имени Выгодского. А лучшие в области будут бороться за звание самых финансово грамотных на республиканском этапе 18 декабря. Девочек и мальчиков приглашают на кастинг конкурса «Маленькие гомельчане». К участию в отборочном туре конкурса приглашаются дети в возрасте от 9 до 11 лет. Мероприятие пройдет 27 сентября в Гомельском городском центре культуры. Начало в полдень. 25 сентября состоится прямая линия с начальником отдела профессионального пенсионного страхования областного управления фонда социальной защиты населения Еленой Исаковой. Вопросы о праве на досрочную профессиональную пенсию можно будет задать с 11 до 12 часов по номеру телефона в Гомеле 38 91 64. К другим интересным новостям. Редкий гриб фиолетового цвета нашли в Беловежской пуще. Паутинник, как его называют, относится к условно-съедобным, но собирать его не рекомендуют. Своё название этот гриб получил из-за волокон, которые окутывают шляпку и ножку гриба, образуя своеобразное одеяло. Оно защищает гриб от повреждений и способствует созреванию пор. Внешний вид гриба будто говорит, что на него пролили чернила. Кстати, внутри он тоже фиолетовый. Интересный гриб встречается редко – одиночно или маленькими группами. Не исключено, что его занесут в Красную книгу. Хорошие новости пришли из Венского зоопарка. Там родился долгожданный детеныш Куалы. Ожидается, что он выйдет из сумки мамы уже через пару дней. На этом видео мама Куала занимается привычными делами на дереве. А в ее сумке заметны движения детеныша. Куалы живут в этом зоопарке с 2002 года. И рождение детеныша – большое событие. Ведь эти животные нечасто размножаются в неволе. Кроме того, сотрудники зоопарка отмечают, что волнуются не меньше, чем молодая мама. Ведь у них тоже первый детеныш Куалы. В сегодняшнем выпуске в рубрике «Есть вопрос» нотариус Светлана Белова расскажет, нужно ли делить имущество, приобретенное до вступления в брак. Очень хороший вопрос. И в практике нотариусов он возникает довольно часто. Ну, наверное, стоит сказать, какое имущество является личным. То есть имуществом одного из супругов. Это то имущество, которое приобреталось до брака. Либо получено в дар, либо получено по наследству. При этом независимо от того, в браке это произошло, либо до заключения брака. Соответственно, это имущество является имуществом каждого из супругов. Есть возможность по законодательству признать это имущество общей совместной собственностью супруга в том случае, если в него будут произведены совместные вложения, которые значительно увеличат его стоимость. То есть это какая-то реконструкция, перепланировка. Законодательство не содержит понятия, что такое значительное вложение. То есть каждый раз этот вопрос решается индивидуально. Соответственно, если иное не предусмотрено брачным договором. Поэтому в брачном договоре можно предусмотреть, что такое имущество, даже если в него в период брака бы вкладывали совместно супруги, причем независимо там из каких источников, из совместных, либо из имущества каждого из супругов, оно не будет являться общей совместной собственностью. То есть у супругов не будет равных прав на это имущество. А это имущество так и останется собственностью того супруга, на имя которого оно приобретено, соответственно, и зарегистрировано. Тоже, наверное, стоит сказать, что же такое брачный договор. Это соглашение, которое могут заключить между собой лица, которые вступают в брак. То есть есть такая возможность, потому что зачастую уже лица, вступающие в брак, имеют какое-то свое имущество и имеют необходимость решения вопросов об установлении, скажем так, собственности в отношении этого имущества. Соответственно, брачный договор очень хорошо и работает, помогает в этом вопросе. Также брачный договор имеет право заключить супруги. Но тут стоит обратить внимание, что заключить его можно только до момента расторжения брака. То есть когда брак расторгнут, уже заключить брачный договор, к сожалению, будет нельзя. Но можно будет заключить другой договор, договор о разделе имущества, приобретенного в период брака. Скажем так, и тут нотариус может помочь в решении этих вопросов в бесспорном порядке. Брачный договор предоставляет очень широкие возможности решения вопросов имущественных, неимущественных, вопросов в отношении детей. То есть это очень хороший гражданско-правовой договор, который помогает и действительно работает. Причем работает не только в случае расторжения брака, но и на укрепление семьи. Тоже очень хорошо работает и помогает людям, которые разрешили все вопросы касательно имущества, свою семью сохранить. То есть там можно определить, какое имущество будет принадлежать каждому из супругов. Можно определить разные доли в имуществе. Можно определить порядок несения семейных расходов. Абсолютно различные вопросы, которые не противоречат законодательству. Его заключать разумно, его заключать целесообразно. Опять-таки в него можно вносить изменения, пока супруги в браке. Ну и, соответственно, если брачный договор имеет в себе условия отношения в отношении недвижимого имущества, он подлежит обязательной государственной регистрации. Новый день с вами встречала программа «Утренний фреш». Сегодня среда, середина рабочей недели. Пусть этот день пройдет продуктивно, сохраняя солнечное настроение.